У деревни Гаи Могилевского района, там где в 1941 оборонялся батальон милиции, ведутся поисковые работы. Бойцов было 250, а после шести суток боя осталось всего 19 тяжелораненых. Сегодня по архивным документам и воспоминаниям очевидцев, специалисты ищут захоронение, но за почти 76 лет ландшафт изменился. И в первые дни нашли только несколько гильз от винтовки Мосина. Что было дальше в нашем репортаже? Тут была просто гора такая, и по горе шла вот так. А внизу, да, против танковой внизу. Николаю Слепневу в 1941 было 14 лет. Он помогал жителям деревни Гаи хоронить погибших милиционеров батальона капитана Владимирова. Вот тут с краю как лежало, четверо, значит, один внутри, лежал у траншеи, а три наверху. Три наверху. Я, значит, скинул их и закрыл лапками лицо. Местной жительнице Софьи Ивановне в 1941 тоже было 14. Когда в Гаи пришли немцы, вместе с родителями девочка пряталась в землянке на окраине деревни. Она видела последний бой батальона. А наши за горы с винтовками в милиционерской форме бегут и кричат «Ура! Ура! Ура!» Или у них пост там сделан, и они сами так быстро глядились. Видимо, с моими минометами начали стрелять. Падали не сразу вообще, а по одному прямо как прострелили. Вот один упал, следующий упал, следующий упал. И так я лично насчитала 8 человек. Ну и, как говорят очевидцы, что они хоронили их прямо в траншеи. Что погибло здесь 20 человек, а то и больше. И вдоль всего этого холма, где мы находимся, окопы по кругу. Ну, говорят, что выбегали прямо с окопов, никто не добежал. Хоронили прямо в окопах, трубы были распухшие, сапоги не могли снять. То есть далеко их никуда не переносили, все где-то здесь на месте находится. Вот мы их ищем. Небольшие раскопки проводились здесь и раньше, в 80-х. Но они не увенчались успехом. Сюда приезжал сын капитана Владимирова. С сыном мы часто приезжали сюда и даже знакомились с местным населением. Встречались с ними и местные рассказывали, как был бой. Он был хороший рассказчик, интересный человек. Ну, судьбу его дальнейшего не знаю. В этот раз поисковики настроились серьезно. Они метр за метром исследовали землю. Внимательно вглядывались в каждый ее поднятый кубометр. И не напрасно. Специалисты нашли свидетельство боев на безымянной высоте. Они обнаружили фрагмент снаряжения солдата Красной Армии 1941 года. Вы видите винтовка СВТ. Винтовка достаточно новая. С 40-го года производства. Войска она поступила в небольших количествах. Но под Могилевым, где сражались 110-я и 172-я тульские дивизии стрелковые, они были вооружены такими винтовками. И все, конечно, отдельные подразделения. Вместе с оружием извлекли и другие предметы. И обнаружили останки человека. Но извлечь из земли сразу не смогли. На них лежала граната. Что за боец? Чтобы установить личность, надо проводить раскопки дальше. Потому что он сейчас лежит там. Обнаружили взрывоопасную единицу. И ожидаем саперов. После разминирования снова приступили к раскопкам. Копаем в шахматном порядке. Метр три от того места, где обнаружили гранату, отступаем за оградительную ленту. И пробиваем всю территорию. Расстояние между шурфами метр. Стандартный шурф метр на полтора глубиной. И место это тоже оградим лентой. Поисковики уверены, что останки принадлежат бойцу Красной Армии. Среди них нашли ладанку – смертный медальон солдата, в котором содержатся сведения о его владельце. Специалисты надеются его прочесть. А вместе с ним еще одну страницу истории Великой Отечественной войны. Продолжение следует...